Яна проживает на Запорожье-Левом уже 12 лет. Говорит, в их районе немного мест для проведения свободного времени. Из-за проблемы с транспортом женщина не может посещать многие культурные места нашего города. Когда я сюда переехала 12 лет назад, честно сказать, у меня было такое впечатление, я жила на космосе, как будто это богом и людьми забытый район. Вот честно. Ни транспорта, ни аптеки, а уже о духовных ценностях вообще даже нечего говорить. Идею создания тренажерного зала в библиотеке поддержали многие жители. Среди них оказалась и Яна. Уверяет, зал для занятия спортом им просто необходим. Это, конечно, такой духовный центр. И когда еще услышали, что можно открыть именно тренажеры, типа комплекса, вы понимаете, что, как сказал прекрасный классик, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и тело, ну вы помните. И мы, конечно, с удовольствием все поддержали идею, потому что пойти некуда. Организатор проекта говорит, сейчас библиотеки стараются получить грант от Черниговского центра гуманитарных технологий «Ахалар». После идею с тренажерным залом воплотят в жизнь. Уверены, такая территория здоровья пойдет на пользу многим жителям Запорожья Левого. Это будет территория здоровья. Там будет литература, там будут мероприятия библиотечные, посвященные здоровью. Это встреча с врачами, консультации, вечера вопросов-ответов, плюс тренажеры. В идеале мы очень хотим, чтобы такие тренажеры отвлекли молодежи от улицы, людям по старшему дали возможность усовершенствовать свое здоровье. Пока в этом зале только книжная полка. Но в скором времени тут появятся новые тренажеры и шведская стенка. Главное – здоровье, говорит Яна. Уже с нетерпением ждет открытие тренажерного зала. Не будет здоровья, не будет ничего. А тут сочетание духовности. И можно прийти взять и книги, и журналы, и позаниматься, побегать. С удовольствием мы будем приходить. Для приобретения тренажеров потребуется собрать более 4 тысяч гривен. Посещение спортзала будет бесплатным. Евгения Али, Константин Пороскевич, ТВ5 Продолжение следует...